добрый день всем здравствуйте принесли вот такой моторчик получили в работу да это электромоторчик от электрической газонокосилки на колесиках с ручках едет трасс косит немножко он поломался рассыпались подшипники старенький розетки 220 вольт но ничего не вечно под луной развалилась там он обойму видно от подшипника ну короче там народ попытался самостоятельно снять шкивок и у него это ничего не получилось пытались какими-то съемниками цепляться что-то где-то помяли покосали сам шкивочек придется восстанавливать сам шкив еще ну так и снять и не смогли шкивы эти бывают двух типов на этих моторчика бывает на резьбе закручен бывает на шлица когда на резьбе но тут на конце вала видно прям заход резьбы здесь мы этого ничего не видим то есть он просто запрессованы но прессует их туда на горячую завод нагревает одевает прессует остывает она насмерть хватается снять на горячую не получится то есть если начну это сейчас нагревать мне надо нагреть только же саму втулку без вала как это сделать раздельно можно конечно применить нашу микрошу токи высокой частоты которые нагревают только поверхность но я ее нагрею но она все равно посадочка то есть надо как-то снимать то есть за доли секунды надо нагреть одеть съемник упереться снять ее и чтоб не поплавилась вот эта пластмасса проблематично поэтому сейчас сделаем специализированный съемник который может это на холодную снимать только не обычный съемник да как вот тут вот пытались видимо двухлаповый съемник был ведь у с двух сторон пытались это снимать помяли погнули а сделаем сейчас съемник из вот такой вот гайки резьба м18 шаг два с половиной точно такой же шаг как на вот этих вот ручейках сейчас мы разрежем эту гайку чтоб можно было с двух сторон одевать и сделаем такой интересный съемник который будет вот этими как бы кулачками обхватывать шкив и уже потом его сдергивать поэтому гайка м18 шпилька м12 и кусок трубы как всегда вы смотрите я пилю точу реже варю и попробуем сделать вот такой интересный специализированный съемник именно для вот таких шкивочков обычные трехлаповые все остальные повторяю не только гнут но не помогая сюда нужен специальность но еще раз да для чего мы это все будем делать но чтобы нам это снять шкив снять крыльчатку снять якорь и соответственно потом там внутри заменить подшипники можно конечно сейчас открутить вот эти болты и вытащить просто якорь в руки но для изготовления съемника якорь одетый в корпусе или вот так все но вместе без разницы нам надо сейчас делать съемник так все так 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 Ну вот, ребята, совершенно случайно у меня похожий шкивок обнаружился, но это со стиральной машинки Так, вот наша гаечка разрезная, такая получается, губки у нее, да? Как раз в ручейки зашло, все четко, все красиво Сейчас надо здесь сделать проточку, чтобы это можно было вставить в трубочку Ну, зацентроваться и обварить Поехали! Трубочка, одеваясь на проточку, можно обваривать Упойдет Блаком На картошке Лапс Уп眩 Продолжение следует... Итак, получили вот такую конструкцию, там шумят за дверью, жужжат, пилят, не обращайте внимания. Теперь давайте порассуждаем, какой длины нам нужен эта штука. У нас есть шкив, то есть от начала шкива до вот сюда, плюс там еще сколько-то, да, ну вдруг длинные шкивы попадутся. Давайте вот так отменим. Это чтобы взяться за сам шкив, он никуда не упирался. Теперь, когда будем вытаскивать, шкив должен слезть это расстояние, правильно? То есть вот это вот, еще плюс вот столько. Ну, что здесь, что здесь, а плюс столько же. И вот здесь где-то у нас еще будет упор, болт, гайка там, ну, короче, будет какая-то гайка варена, какой-то болт не будет ходить. То есть для гайки, для болта тоже нужно место, правильно? Я думаю, правильно. То есть длина у нас всей конструкции получается примерно, ну, вот такая. Я думаю, где-то так. Сейчас вот тут сверлим отверстие, потому что эта гайка внутри должна быть плавающая. То есть вот здесь отверстие, здесь обрезаем. Можно сделать, конечно, и на всю длину, но тогда этот болт будет слишком длинный, попадать, жесткость падает и все остальное. Чем короче, тем жестче. Вы со мной согласны? Я думаю, да. Обрезаем здесь. Сверлим, вернее, потом обрезаем, а потом вот вдоль вот этой полосочки будем это все дело разрезать. А просверлим сейчас заранее, чтобы это все было соосно, до того, как мы это все разрежем. Опять же, все логично. Сверлим, пилим. Маловато будет. Вот, наверное, давайте добавим, чтобы не оторвалось. Так, ну и что, давайте аккуратненько теперь это все дело разрежем. Ну, думаю, достаточно. Ну да, так оно и есть. Готово. Сейчас зачистим все эти заусинки. Востанил不管орость. Нет, б подividем. Готово. Бонзово. Смотрите продолжение в следующей части. 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 У маленького дековского шуруповертика не хватает мощности. Возьмем зубр 350 ньютонов, посмотрим на что он способен. Также держим рукой. Тяжело рукой держать. Попробуем. Смотрим сюда. Смотрим на эту щелочку. Готово. Вот так вылез наш китайский болтик. Болт, сталь, пластилин, как его некоторые называют. Но пускай лучше болтик сомнется, чем и вал спорит. Можно сюда, конечно, какой-то каленый шарик, каленый болтик взять. Но есть опасность, что мы тогда спортим сам вал мотора. А в данной ситуации болтик легко перетачивается. Пусть он даже будет одноразовый. Но валик у мотора остается целенький. Это же хорошо. Я думаю, да. Шкив снятый. Давайте найдем. Извлечем теперь шкивок. Полностью надо раскручивать. Но это не страшно. Ну и вот, ребят, сам шкивок. Извлеченный при помощи вот этой вот оправочки. Как видите, у нас теперь тут не один. Как вот есть съемники, да, с крючками, там, с лапками. У нас он тут сразу на весь диаметр. Еще и на несколько этих. Вот смотрите, видите, как он в шлицы туда зашел в ручеек. Гайка М18. Как раз такой же шаг имеет, как и ручей. Да, то есть у нас получилось, сколько тут, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пять или шесть буртиков держит, да. И плюс еще сама вот, вот этот, у шкивок, щечка, да. То есть сразу шесть-семь поверхностей воздействия. Классно, классно. Так что этот шкивочек у нас, вернее, вот этот съемник, также отправляется на центральный склад. Он работает. Это вы только что убедились. Скручиваем, чтоб нет простерять. Давние подписчики моего канала скажут, деда, а ты же делал съемники для шкивов стиральных машин. Тем более же, что и сам игрался со шкивом от стиралки, да, как образец. Да, ребят, вот они есть эти съемники. Но все дело в том, что когда валик сидел очень плотно, съемник не мог сюда встать. Он не мог сюда встать. Тут пластмасска, да, ее уже колупали отвертками. Всем портить из-за одного шкива от этой машинки съемник для стиралок было, ну, не охотно. Вот он, да, можно было вот этот использовать. Как бы он вот подходит сюда. Видите, он полностью заходит, все работает. Но из-за вот этой пятки он бы не подошел. Тем более, что была вероятность, видите, ребра-то все равно у него попогнули, а не погнутые. То есть я боялся, что усилие будет настолько сильное, что можно посгибать дальше ребра. Поэтому пошел несколько по другому пути и сделал съемник вот такого типа. Ребят, забыл, как это называется, когда полностью обхватывают со всех сторон. Есть такие съемники большие, с маленьким отверстием, большие, болтами стягиваются. Как-то у них есть название, я забыл уже, ребят. Но это и не важно. Главное, что все работает. Ну, а теперь дальше надо снять крыльчатку. Ну, для этого надо разобрать уже целиком весь моторчик. Наверное, сейчас вот эти болтики открутим. И попробуем снять крышку верхнюю с мотора вместе с подшипниками. Щетки я уже вот тут отщелкнул. То есть теперь коллектор будет выходить. Видите, он уже тут ходит, а щетки не ломаются. Все аккуратно получается. Ну, давайте попробуем разобрать его дальше. Ну, что, давайте попробуем раскрутить дальше ударный шуруповертик дека. Легко, непринужденно. Меня это не просили сделать, мне надо было снять только лишь шкив. Ну, раз уже залезли и раз камера включенная, давайте поиграемся. Так, я не знаю, есть ли тут правая, левая и где еще какая-то сторона. Поэтому, наученный горьким опытом жизни, делаем вот так. Рисуем здесь стрелочку и здесь стрелочка. Теперь я точно не перепутаю, где лево, где право. Ну, что, давайте попробуем скрыть моторчик. Обмотки отсоединены, щетки отсоединены. Я думаю, должно теперь аккуратно все это вылезти. Ну, вот оно и есть. Видите, аккуратно все снялось. Это надо не потерять, оно болтается здесь. Наверное, мы вот так, да, сделаем с вами сейчас. Закрутим обратно вот эти болтики. Просто на гаечки их посадим. Ну, еще раз повторяю. Это я сейчас собрал, просто чтобы болты не растерять. И, чтобы вот эта вот пластмассовая задница не отвалилась, потому что тут куча проводочков подсоединенные. Отсоединять и вспоминать потом, где что было, не хочу. Вот сейчас собрали. Все, пусть хранится. Ну, а теперь можно и дальше разобраться с вот этим. Ну, задний подшипничек вроде бы хороший, а вот передний у нас рассыпался. И надо как-то теперь вот эту обойму снять. Я посмотрел в интернете, вот эта крыльчатка тоже очень-очень плотно сидит, поэтому ковырять отвертками или еще чем-то абсолютно бесполезно. Сюда тоже нужен желательно съемник какой-то или прессом под что-то как-то подставляться и, соответственно, разбирать. Будем думать. Итак, приволок и вот такой съемничек. Думал, сейчас вот так разберусь, вот так зацеплюсь, вот, и придавлюсь центральным болтом. Но этот съемничек маловато оказался. Вот. И потом я совершенно случайно думаю, а дай попробую. Взялся вот так вот. Вот так вот взялся, видите, вот. И просто вот ладошкой попробую. Ну, а почему бы и нет? А вдруг получится? А оно раз и получилось. Крепкие ладошки. Снимаем. То есть, крыльчатку мы сняли. Корпус подшипника сняли. Ну, тут, видимо, остатки сепаратора. Там вот внутренняя обойма у нас. Здесь остатки крышечки. В общем, вот. И все. Теперь остается только снять обойму подшипника. Да, и все. И будет хорошо. Давайте попробуем. А давайте для съема вот этого внутренней обоймы подшипника попробуем воспользоваться нашим новым вот этим вот съемником. В принципе, тут и старый можно одеть. Ну, а тут есть стопорное колечко. И если брать вот такие съемнички, они как раз вот в это стопорное колечко упираются. Ну, и, короче, тоже, видите, вот с таким переломом не заходит оно сюда. Ну, как-то вот. Или тут подпиливать надо, или там. Ну, в общем, геморрой. И надо стопор снимать. А стопор чуть-чуть расширяется, надо через ось снимать. А если так его снять, через вал колечко сломается. Поэтому берем нас вот эту вот штучку. Замечательно, видите, вкладывается. И сейчас попробуем ей уже и снять нашим новым съемником. Ну, вроде бы зацепил. Ну, а теперь закручиваем наш болтик. Так, я думаю, вам видно будет. Готово. Красота! Вот наша внутренняя обойма подшипника. Так, а вот этот стопорок, что я боялся сломать. Ну, а вот и наша обоймочка, да? Подшипничка сняли. Но все дело в том, что вот эта наружная обойма подшипника, такое впечатление, что у нас залито вот в этот вот пластик. Прям туда залито и не вытаскивается. Ну, что, пойдемте покурим интернет. Если я что-то найду, расскажу, как оно снимается. Итак, ребят, полазил-полазил я по интернету. И не нашел, как вытаскивать подшипник из вот этого корпуса пластмассового. Куча роликов есть, когда уже заклинил подшипник. Вот это все заклинило, провернулось, выплавилось. И люди тогда эти корпуса тут паксиполами всякими, еще чем-то пластмассами напаивают, наваривают. А вот когда крышка целая, как вытащить обойму подшипника? Я так и не нашел. Вот этот подшипничек. Ну, правда, не закрыт, а открытого типа. Ну, точно такой же. Внутренний, наружный диаметр, ширина толщина. А здесь он снаружи 28 миллиметров имеется. А по пластмассе вот здесь у нас диаметр открытый 26 миллиметров. То есть, получается, что на каждую сторону у нас подшипник залит на 1 миллиметр пластмассу. Если его сейчас просто тупо начать выбивать, мы вот эту вот всю штуку поколем, отколем, выломаем край вот этот вот. Поэтому сейчас я здесь по пластмассе диаметр у нас 26, по наружу 28. Я сейчас сниму, чтобы у меня остался буртик буквально 2-3 десяточки, через которую потом подшипник можно будет все же таки выбить. То есть, сейчас надо коснуться и снять, грубо говоря, полтора миллиметра. Тогда у нас буртик остается в две десятки. То есть, подшипник может быть запрессовать и выпрессовать, и потом обратно забить, он сядет на свое место. Ну, в общем, точим. Вот диаметр внутренней проточки. 27,5 миллиметров. То есть, подшипник у нас буквально по 2,5 десяточки, с каждой стороны зафиксирован в пластмассе. Сейчас, если это погреть феном и стукнуть, теоретически должен выскочить. Давайте попробуем. Ну что, ребят, соорудил вот такой вот постамент, барабулька, вот такая втулочка. В нее замечательно влазит обоймочка. Ну, вот этот корпус, да, вот вовнутрь заходит. Вытаскивать будем в эту сторону. Отлично она вот становится. Выступает над корпусом. Ставим ее над барабулей вот сюда вот. Сейчас нагреваем. И потом вот кусочком вала от стиральной машинки, как раз нужен нам диаметр, он упирается в наружную обойму подшипника, и как раз будет выколоткой служить. Ну и молоток нам в помощь. Греем. Нагреем градусов до 150, достаточно. Будем считать, что она уже горяченькая. Переворачиваем. Ух ты, действительно горяченькая. Переворачиваем и пробуем выбить. Готово. Обойма подшипника вылезла. Здесь у нас все целенькое. Ну и вот, ребят. Это я как образец вычислил теоретически. Ну а вот практически 28 миллиметров. Мой подшипник тоже 28. То есть, в принципе, можно вот этот подшипник поставить. Но все дело в том, что он открытого типа. А там пыль, грязь, трава, мусор. Его надолго не хватит. И этот подшипник еще... Ну, надеюсь, слышно, да? Что это подшипник старенький, убитый. Значит, у нас предстоит поход в магазин. Можно приобрести вот этот подшипничек закрытого типа. Ну а на этом, я думаю, ролик можно заканчивать, ребят. Сборка будет сделана в обратной последовательности. То есть, насажим на вал новый подшипник. Вернее, сначала этот подшипник насадим вот сюда в корпус. На всякий случай каким-нибудь санакрилатом или поксиполом его закрепим. Ну, потому что у меня тут фиксирующее колечко очень маленькое, да, теперь получилось. Практически отсутствует. Забиваем, заклеиваем. Потом запрессовываем сюда. Это уже не сложно. То есть, обратная последовательная сборка не представляет никакой сложности, да? Тем более, что моторчик мне принесли и попросили только лишь шкивы снять. Ну, я еще и подшипники снял, да? Все, ребят, на этом наш ролик заканчиваем. Поэтому, значит, что все правильно. В каждой непредвиденной такой непонятной ситуации стройте себе новые съемники. Вот у нас вот такой интересный съемник сегодня получился. Которым мы смогли снять не только вот этот вот шкивок, да? Интересный такой погнутый. Кстати, его рихтовать еще остальное. Еще раз. Ролик был про то, как разобрать моторчик. Как сделать съемничек, да, по-быстренькому. Съемник можно сделать, естественно, без токарного станка. То есть, взять гайку, распилить ее пополам, взять трубу, распилить пополам, сварить все в кучу. Токарный станок просто он чуть-чуть ускоряет и немножко уточняет всю эту работу. А так, эти съемники, вот эти все, вот эти все съемники, они вполне-вполне делаются обычной шлифмашинкой, даже без токарного станка. Ну, на этом все, ребят, как всегда, всем вот такой огромный привит по диагонали. Будьте здоровы, творческие, всем успехов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а теперь действительно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok